Практически я снимаю уже третью серию про подвал, отель, либо про бар. Можно говорить как угодно, но на самом деле это культовое место. Если это кто-то не понял, я кратенько сейчас попытаюсь расшифровать. Во всяком случае, тот дизайнер, который делал вот этот антураж, он имеет связь с космосом. Он может быть осознанным, может быть нет, но он вот эту задачу выполнил. Сразу привлекает внимание иньянская система месяц рыба. Вот эта вот, видите, фрактальность чешуи, это как бразные миры. Вот она улитка, закрученная, кстати, против часовой, что неправильно. Вот она, тоже против часовой. То есть это улитка прошлая. Она же галактика. На самом деле их должно быть четыре по спиральным галактике. Ну, вот этот вот центровой портал четверной, он как бы есть столб того галактического луча, на котором держится данная трехмерная наша, четырехмерная конструкция мира. Он не круглый ни разу, как у короля Артура, это тоже плохо. Хотя бы скругленные были углы. То есть тут углы, ну, как бы противоречивые, это в стиле может быть католицизма. Дальше, шахматная отделка полов. То есть, собственно, великая шахматная партия до нашей игры. Это не что иное, как противоборство света тьмы. Определенные позиции занимают фигуры какие-то, люди. Даже столовые приборы. Ну, дизайн столов тут все понятно, живой и прочее. А вот лавки деревянные, как бы, это уже ближе к кораблю к морю и переходящее вот такое вот дизайн вот этот вот, это, ну, навевает как бы жидкие стихии, да, то есть ветер, воду, ненастья какой-то. Ну, то есть такое вот эфемерное бытие. Неясность, туман, времени. И переходит в потолок такой. Вполне себе прочный, но видно, что время свода. Известно, о нем не хватает в каком-нибудь месте. Этих-нибудь пары-тройки созвездий. Ну, в целом, если так учесть, что их лампочки заменяют, бог с ним. Ну, и предметы культа. То есть, прежде всего, привлекает внимание меч. Как бы, это основной клинок. Дальше. С интересом на меня смотрит лысый господин. Дальше. Вот эти камушки, да. Время собирать камни. Разбросанных камушков, кстати, нет. Ну, секира тоже, как бы, как-то альтернатива. Собственно, культ девы. Центральная, кому поклоняются. Заметьте, у нее звезда. Всего лишь пятерная. На самом деле, лучей было больше. Ну, такое вот понимание, как бы, на коленках тоже. Но, тем не менее, скульптура достойное уважение. Здесь щиты. Вещая птица ворон. Кабан, причем, не просто прямо сидит, а, как бы, изучает, склонив голову на бок. Следы. Следы медведя, следы кабана. Хотя, медведь мелковат, скажем прямо. Но, бог с ним. Медведь не самое злое животное. Даже наоборот, как бы. Единственное, я не понял, почему медведя нет больше. То есть, кабан есть, как тотемные на щите. А вот медведя нет. Ну, тут, как бы, сцена битвы с маврами. Картинка битвы с маврами. Причем, мавра умирает от стрелы. Что тоже, само по себе, как бы, техническое превосходство цивилизации. Вот это вот интересная штучка. Смеющееся дерево такое. Вроде как обугленное, да, но там дух присутствует. То есть, тут вообще уже ближе к японскому фэншую что-то такое. Коралловое освещение. То есть, ну, гениально просто. Дизайнер, как бы, перепрыгнул в себя, создав вот эту смесь восточного и европейского антуража. Но, по сути, внутри лежит. Культ дел. Вспоминаем зиперболею, север. Вспоминаем сидящего сейчас за стенках писателя Миньялова. По судьбе которого мало. Беспокоиться вообще-то. Ну, дальше продолжать не буду. Дальше вы сами, как говорил, известный нам персонаж, озвученный местным легендарным товарищем, кстати, Юричем тоже. Дальше вы, ребята, сами. Пожалуй, портит все вот этот огнетушитель. Ну, в каком смысле он может быть логичен, как примет о времени, да. Если бы его уравновесить каким-нибудь предметом до той же емкостью с ромом, полупрозрачной, на другой стороне, каким-то образом было бы вполне себе круто. Ну, в смысловом плане. Вот и все, ребятки. Дальше вы уже без меня. Я свой Наполеон съел. Мое ватерло закончено.